В эфире «Панорама» здравствуйте о главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. Сегодня в выпуске смотрите. Кредит на чужой паспорт. Почти год житель Енакиева не может доказать, что 22,5 тысячи гривен в банке брал «Юнион». В ситуации разбиралась Дарья Захарова. Лучший в сфере журналистики телеканал «Юнион» стал лауреатом в трех номинациях конкурса областного совета. Об успехах коллектива расскажут журналисты «Панорамы». Донецким аграриям поможет немецкая техника. Вопросы международного сотрудничества обсудили сегодня на форуме. Подробнее расскажет Екатерина Павлова. До чемпионата мира по легкой атлетике остается чуть больше месяца. Где достать билеты и что ждет зрителей на открытии, узнавал Александр Блинников. Кредит на чужой паспорт. Житель Енакиева почти год пытается доказать, что по его документам неизвестные взяли в банке деньги. Сейчас сумма долга 25 тысяч гривен. Обращения в правоохранительные органы успехом пока не увенчались. Ситуацией разбиралась Дарья Захарова. То, что на него оформили кредит на сумму 22,5 тысячи гривен, Николая Насонова поставили уже перед фактом. Со слов мужчины, знакомая без его ведома передала паспорт третьим лицам, которые и обратились к сотрудникам банка. И вообще, как можно взять на этот паспорт? Я живу в Енакиево, прописан в общежитии. В паспорте четко и ясно написано прописка. Общежитие. Это значит, у человека практически есть только койко места. Больше нет ничего. Он ни где не работает и находится на пенсии. Да в Енакиево даже 20 копеек не жадут на этот паспорт. Как можно было? Хотелось бы мне это узнать. Как люди могли это все сделать? С августа прошлого года дело не сдвигается с мертвой точки, говорит Николай. Он уже неоднократно писал заявление и жалобы в милицию и прокуратуру. За это время у него собрался целый пакет документов. Мужчина демонстрирует. В основном это сухие отписки правоохранителей. В марте заявление все же внесли в единый реестр досудебных расследований. Но дальше дело пока не продвинулось, утверждает потерпевший. В милиции же, сославшись на тайну следствия, подробности уголовного производства раскрывать не стали. Мы проводим мероприятия следственные по установлению тех лиц, которые могли вместе с неизвестным лицом, используя, как говорит заявитель наш потерпевший на сонах, использовать его паспорт и оконный кредит. Мы проводим эти мероприятия. Необходимо взять разрешение в суде на доступ к этому кредитному делу. После этого мы банк. Банк кредитных дел находится в городе Киеве. Опять же, это по промежуту какое-то время. Это все будет выполнено. Предварительно орган досудебного расследования квалифицировал это по части 4 ст. 358 как использование заведомо поддельного документа. Состояние досудебного расследования пребывает на контроле прокуратуре района. Непосредственно, когда будет установлено лицо, уже ему будет сообщено подозрение. То есть с этого момента уже в кратчайшие сроки. В отделении банка от комментариев категорически отказались. А запросы предоставить пакет документов, по которым оформлялся кредит, игнорируют. Я пришел в банк узнать, сколько же я должен банку этому. Я показал паспорт. И на паспорте оказалось, там у них в компьютере, оказывается, не моя фотография. Нам так и не дали фотографию этого человека. Сказали, этим будет заниматься служба безопасности банка. Это не единственный случай, когда по чужим документам оформляют кредиты, говорит адвокат Анна Маншилина. Аналогичные дела были и в ее практике. В рамках таких дел единственным доказательством, скажем так, противоправности действий служит только лишь экспертиза. По данному делу проохранители обязаны были провести почерковическую экспертизу. Пока длится это досудебное расследование, сумма долга только увеличивается. В данный момент она превышает 25 тысяч гривен. Юристы советуют, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Не следует разглашать свои персональные данные, беречь паспорт и код от третьих лиц, а ксерокопии этих документов предоставлять только в установленном законном порядке. Дарья Захарова, Кирилл Иванов, Василий Дмитриев, Панорама. В Донецке закончили расследование по делу мужчины, захватившего заложника в банке. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Напомним, житель Макеевки решился на такие действия из-за того, что финансовое учреждение не давало ему обещанные деньги на лечение ребенка. Так сказал сам подсудимый. Прокуратура установила, что во время взятия заложников мужчина не находился в состоянии аффекта. Дело передали в суд Ворошиловского района. Дату первого заседания назовут в течение пяти дней. Также в прокуратуре проверяют законность деятельности финансового учреждения, которое обещало дать кредит. Неподалеку от МОСПИНА ликвидировали копанку. Правоохранители пересекли незаконную добычу угля еще на подготовительном этапе. Здесь успели достать всего 15 тонн топлива. Оперативники опросили рабочих, которые и занимались раскопками. Они рассказали, что их нанял незнакомый мужчина 35-40 лет. Его личность в настоящее время устанавливается. Все оборудование изъято, а копанку засыпали. С места преступления было изъято кустарное горно-шахтное оборудование, с помощью которого производилась добыча угля. С целью того, чтобы в дальнейшем данная копанка не могла производить незаконную добычу, все ее поверхностные постройки были ликвидированы путем разрушения и засыпания мустья самой выработки. Под Мариуполем легковой автомобиль столкнулся с двумя груженными фурами. Водитель ВАЗа получил травмы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Авария произошла на трассе Одесса-Мелитополь-Новозовск. По предварительной версии госавтоинспекции, причиной ДТП стало нарушение правил водителем легкового авто. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурами. В Макеевке в течение суток будут хлорировать воду с 7 июня в 18 часов до вечера субботы. Водоснабжение прекращаться не будет, но администрация водоканала предупреждает, что в этот период употребление воды из-под крана опасно для жизни. Поэтому макеевчан просят запастись питьевой водой. Телеканал Юнион стал лауреатом в трех номинациях конкурса областного совета «Лучший в сфере журналистики». Сегодня в день профессионального праздника работники СМИ принимали поздравления от руководителей региона. Об успехах коллектива нашего телеканала расскажет Ольга Шилкина. Их называют четвертой властью. Чиновники прислушиваются, а люди обращаются за помощью, когда уже практически не остается надежды на решение проблемы. Сегодня в профессиональный праздник среди журналистов выбирают лучших. Когда постоянно будет ощущение, что ваша работа необходима для нас, для всех, то я думаю, и работаться вам будет намного-намного лучше. Конкурс областного совета «Лучший в сфере журналистики» проходит уже в третий раз. Телеканал «Юнион» традиционно становится лауреатом многих номинаций. Сегодня наш коллектив тоже увез три награды. Журналистика, мне кажется, это та сфера деятельности, в которой ни в какой другой должны люди работать по призванию своему. Мне очень нравится тенденция последнего времени, что очень много приходит в нашу профессию молоде уже. В частности, Екатерина Параханяк, наша молодая журналистка, стала сегодня лауреатом этого конкурса, чему я очень рада. Естественно, ей и всем остальным журналистам я желаю удачи. Екатерина Параханяк за год работы в нашей редакции стала лучшей в номинации «Тележурналист года». Актуальные темы сюжетов, необычный подход к подаче материала оценили члены жюри и наши телезрители. В номинации «Лучший тележурналист» лауреатом становится Параханяк Екатерина Алексеевна, ТРК «Юнион». Андрей Федорук тоже признался, что является постоянным телезрителем нашего канала. Пожелал коллективу развития и успеха. Я хочу пожелать телеканалу «Юнион», чтобы у вас было много творческих идей, и вы с каждым годом все больше и больше расширяли свои позиции по телевещанию. Всего в региональном конкурсе «Лучше» в сфере журналистики приняли участие больше сотни представителей печатных и интернет-изданий, а также местных телекомпаний. Ольга Шилкина, Евгений Красюков, «Панорама». В Донецкий день русского языка отметили торжественным митингом. Возле памятника Пушкину собрались 300 человек. Мероприятие приурочили в 214-й годовщине со дня рождения великого русского поэта. На праздники побывала Ольга Сопронова. Торжественная часть началась с возложения цветов. Руководители региона наградили лучших преподавателей русского языка и литературы благодарственными письмами и планшетами. «Я даже не ожидала, что мне могут в таком присутствии огромном количестве людей наградить, отметить, ну как лучшего учителя Донецкой области, ну как нас несколько всего лишь. Мне очень было приятно, я очень польщена». Подарки и грамоты вручили школьникам, победителям Олимпиад по русскому языку и литературе. Варвара Ягнышева в этом году заняла первое место на всеукраинской Олимпиаде. Признается, для нее этот праздник особенный. «Русский язык всегда был для меня основным в жизни, и я хочу стать писателем, когда вырасту». Перед гостями выступили два детских ансамбля. Ребята рассказывали стихи. «И вечная, по слову, свет страда. К нему мы приникали в колыбели. И сказки Пушкина, что навсегда осилят в душе». Знание русской литературы продемонстрировал и Донецкий городской голова. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночью кот ученый все ходит по цепи крови. Идет направо петь заводит, на лево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». День русского языка в Донецке отмечают седьмой раз. Организаторы пообещали и в дальнейшем поддерживать эту традицию. Ольга Сопронова, Георгий Жилич, Панорама. Построят современный скалодром, баскетбольную площадку отремонтируют парки и создадут студию звукозаписи. В Макеевке объявили победителей конкурса «Город нашими руками». Жители подготовили проекты благоустройства, а деньги на это выделит одно из градообразующих предприятий. Всего 350 тысяч гривен. Своими планами участники конкурса поделились с Евгенией Алдошиной. Раньше здесь была школа, теперь спортивный центр. Идея создания скалодрома возникла давно, но денег на реализацию не было. За два года своими силами спортсмены возвели металлические каркасы, установили зацепы. После победы в конкурсе строительство пойдет намного быстрее, признается Людмила Романова. Теперь следующий этап. У нас будет здесь возведена еще стена. Это сложная такая конструкция, высотой 7 метров, геометрически объемная, 90 квадратных метров площади. Добавится вот к этому, что у нас есть с скалолазанием. Раньше макеевские альпинисты выезжали на тренировки в соседние города. Теперь у них будет собственная площадка. Открыть скалодром планируют в конце этого года. Это будет большое подспорье для наших спортсменов, не только группы новичков тренировать, но и готовиться к соревнованиям областным и к чемпионатам Украины, не выезжая за пределы города. Конкурс при поддержке градообразующего предприятия в Макеевке провели впервые. Социальную программу поддержала и местная власть. Я бы на первое место все-таки поставила инициативу самих макеевчан. То, что они вкладывают в душу, то, что они придумывают, то, что они вокруг себя собирают других жителей и достигают вот той своей мечты. Замечательное то, что люди неравнодушные, то, что они с одной стороны как бы продуктируют идеи, а с другой стороны получают уверенность в своих силах, то, что можно это реализовать. Экспертный совет в составе 12 человек очень тщательно изучил все проекты. Мы внимательно прочитали их и обозначили совместно с властями города Макеевки, обозначили все такие вот больные места. От мэрии мы услышали, что те проекты, которые не вошли сегодня в состав победителей, они обязательно будут услышаны в дальнейшем. Воплощать идеи победители начнут уже 1 июля. Каждая организация должна составить список затрат. Когда проекты уже будут реализованы, активные горожане отчитаются о проделанной работе. Евгения Алдошина, Владимир Ребриков, Панорама. Немцы помогут Украине развивать сельское хозяйство. Об этом рассказал заместитель генерального консула Германии в Донецке Матьяскох во время специализированного форума. В Донецк приехали больше 120 представителей отечественного агробизнеса и немецких предприятий. Каким выводом пришли участники форума, знает Екатерина Павлова. Предприятие Ивана Белозерцева выращивает зерновые и масличные культуры. В работе используют импортную технику. На форум мужчина приехал, чтобы найти новых партнеров. Хотели бы увидеть, может быть, какие-то новые технологии по выращиванию культуры, может быть, интересные предложения по финансированию, инвестициям по технике. В форуме участвуют украинские аграрии и немецкие производители сельскохозяйственной техники, представители областной и государственной власти. Они сходятся во мнении – отечественному агробизнесу не хватает современного оборудования, элеваторов, качественных систем полива. Страна обеспечена техникой всего на пятую часть от потребности, утверждает Матьяскох. Мы намерены не только продавать Украине оборудование, но и производить его на вашей территории. Сервисные центры нашей компании уже есть в вашей стране. Думаю, это первый шаг к более тесному сотрудничеству. В Министерстве аграрной политики Украины заканчивают создание программы поддержки сельского хозяйства. Основное внимание – мелкому и среднему бизнесу. Его представители производят больше половины всей сельхозпродукции страны, рассказал Виталий Саблук. Акцент – это несколько как попытаться поднять все-таки те мелкие уклады, крестьянские дворы. Практически они формируют на сегодняшний день более 90%. Картофеля, многие группы овощей, большая часть молока, мяса – это именно вот эти хозяйства производят. Главное – привлечь как можно больше господдержки в нашу область. Если в прошлом году мы привлекли где-то 100 миллионов гривен на поддержку, на компенсацию кредитов, на компенсацию строительства животномоческих ферм, на кредитование мелких предприятий, то в этом году мы хотим, чтобы эта цифра была, по крайней мере, в полтора раза больше. Для участников форума организаторы создали специальную биржу контактов. Так украинские аграрии смогут воспользоваться опытом европейских коллег и поднять сельское хозяйство страны на новый уровень. Екатерина Павлова, Руслан Новиков, Панорама. Совсем немного времени осталось до открытия чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. Он стартует в Донецке 10 июля. Заявку на участие уже подали более 2000 спортсменов. Организаторы ожидают большой поток болельщиков и стран-участниц. Посетить первенство хотят и жители города. Где и как можно будет приобрести билеты, узнавал Александр Блиников. Любители легкой атлетики ждет сюрприз. Билеты будут бесплатными. С 1 июля возле Олимпийского установят палатку, где любой желающий сможет получить пропуск на стадион. Он будет действителен один день. Соревнования длятся утром и вечером. То есть перерыв между утренними и вечерними соревнованиями небольшой, буквально пару часов. И за это время у болельщиков есть только пойти время перекусить, как-то передохнуть, посидеть в тени, может быть, попить водички, скажем так. А вечером соревнования заканчиваются в районе 9 часов. Если болельщик не знает еще точно, в какой день посетить соревнования, можно получить флайер, который впоследствии обменяют на билет. Раздавать их будут в специальных палатках, а также кинотеатрах и спортивных магазинах города, начиная с 15 июня. Мы хотим привлечь как можно больше людей к такому виду, как легкая атлетика, к сожалению, который у нас достаточно популярен, но не до такой степени, как футбол. Более того, мы считаем, что для молодежи это станет таким шагом, который может натолкнуть их на здоровый образ жизни. На открытии соревнования ожидают почетных гостей, в их числе и президент Украины. Организаторы приоткрыли тайну, чем будут удивлять зрителей в первый день турнира. Будет сооружена большая сцена, на которой ожидается выступление многих коллективов города Донецка, танцевальных, также пиротехническое шоу. Также мы ожидаем приезда одной из украинских звезд, но на данный момент пока это секрет. Открытие турнира состоится на стадионе Олимпийский 9 июля. Само первенство будет проходить 4 дня. Чемпионат мира по легкой атлетике в Донецке начнется почти через месяц. Уже подтвердили свое участие спортсмены из 170 стран мира. Прибывать гости города на акклиматизацию начнут с 3 июля. Александр Блиников, Георгий Жилич, Панорама. Одна из самых крупных в Украине. Так о своей коллекции говорит дончанин Вячеслав Попов. Мужчина собирает огнестрельное оружие. У него есть пистолеты, пулеметы, винтовки. Всего 400 экземпляров. Весь боевой арсенал видела Анна Дубровная. Вячеслав Попов увлекается коллекционированием оружия 15 лет. За все эти годы собрал одну из самых крупных коллекций вооружения, рассказывает мужчина. Моя коллекция на сегодняшний день представляет, скажем, самое большое количество, самый большой интерес именно по собиранию тех экспонатов, которых практически на Украине нет. Есть и пулеметы, есть и пистолеты-пулеметы, есть пистолеты, есть винтовки, карабины, ракетницы, гранатометы. Огнестрельное собрание коллекционер пополняет постоянно. Оружие приобретает на аукционах, через интернет. Рассказывает, увлечение не из дешевых. Найти редкую модель бывает очень трудно. Сейчас это стало гораздо реже, потому что я практически все собрал, все, что можно было собрать. И те экспонаты, которые сейчас приходят, они уже достаточно редки, и поэтому они не так уж часто приходят. Среди самых ценных экземпляров те, что собраны собственными руками или достались с огромным трудом, говорит Вячеслав. Например, вот это оружие. Это один из моих любимых экспонатов. Это маузер образца 1896 года с калибром 9 мм. И вот на рукоятке здесь, обратите внимание, здесь есть такая вырезанная девятка красная. Здесь есть специальная такая пристенная кобура, кобура-приклад, чтобы было удобно делать выстрел, скажем, на поражение, чтобы не было отдачи такой. И был хороший упор. Гордится коллекционер и вот этим пулеметом. Льюис занимает почетное место в собрании Вячеслава Попова. Если вы помните фильм «Белая солнца пустыня», так вот Сухов на этом нефтяном огромном баке стрелял по басмачам именно с этого пулемета. Увидеть все экспонаты можно в мемориальном комплексе парка Ленинского комсомола. Именно там Вячеслав Попов выставил свою коллекцию. Анна Дубровная, Василий Дмитриев, Панорама. И таким этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите наши новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.